Наша жизнь пролетает незаметно, и то, что было 10 лет назад, кажется вчерашним днём. Поэтому надо любить жизнь, дорожить каждой минутой, каждым прожитым днём. Ежегодно в 3 воскресенье мая во всём мире проводится Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа. 15 мая 2022 года этот день отмечался в мире в 39-й раз. День проводится для того, чтобы напомнить всем, что ВИЧ-инфекция – это коварное заболевание, от которого не застрахован никто. И только правильное поведение, супружеская верность, отказ от наркотиков позволит нам не попасть в сети такого заболевания, как ВИЧ-инфекция. И вот наша сегодня задача медиков – выявлять ВИЧ-инфекцию, больше выявлять. Чем больше выявим, тем больше люди будут получать лечение и будут жить. И у нас не будет распространения ВИЧ-инфекции. День памяти – это ещё одна возможность продемонстрировать готовность и желание противостоять дальнейшему распространению эпидемии. Это напоминание всем о том, что никто не застрахован от ВИЧ-инфекции. Это возможность показать всем реальную близость опасности и объяснить каждому, как этого избежать. И мы повторяем на всех языках. Тревога! 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 Определить по внешнему виду, инфицирован человек или нет, невозможно. А вот узнать, есть ли у человека ВИЧ, можно только одним способом – пройти тестирование. Для зрителей мероприятия была предоставлена уникальная возможность сделать это. У площадки театра эстрады был установлен мобильный пункт в машине скорой помощи, где врачи анонимно с помощью экспресс-теста через 10 минут выдавали результат о наличии или отсутствии ВИЧ-инфекции. Мы, естественно, не ожидали, что будет такое количество людей. Но с каждым годом мы видим, насколько молодежь, конечно, меняет свое отношение к данной проблеме. Мы видим, в последнее время наблюдаем тенденцию к тому, что люди сами хотят узнать, на самом деле, какой у них является статус. Потому что в данный момент эта проблема остро актуальна. Несмотря на то, что заболеваемость COVID-19 у нас была в последнее время более распространена. Ну и люди немножко забыли о таких проблемах, как ВИЧ-инфекция. Но в данный момент мы видим, что люди осознали то, что существует такая проблема на самом деле, особенно о молодежи. Надо людей информировать об этой проблеме, конечно же. И хорошо, что есть такие вот мероприятия, акции массовые, где люди могут узнать больше, сдать тесты и узнать свой ВИЧ-статус. По завершению мероприятия все заинтересованные и неравнодушные присоединились к параду под девизом «Знать, чтобы жить» и пустили на воду кораблики, как символ вечной жизни.